здравствуйте друзья у вас на экранах маша она же мария какие-то еще имена у вас были в жизни нет ну рассказывайте чего сколько вы уже учитесь неделю уже получается наверно что ну и как очень интересно но хорошо понятно да все понятно ну я же работала немножко в этой сфере поэтому пока все понятно в группе коллектив какой-то складывается там ходите вместе не знаю куда на ланч на ланч нет нас основном все с собой приносит на кухне во время обеда и встречаем ну каких-то дружбанов завели себя но общаемся наверно между собой почти все ну хорошо вот есть такое что пошли договорились там воскресенье поехать там к океану там какой-то компании а такого пока нет хорошо значит у вас группа которая full time там все прикину там много приезжих большая часть я бы сказал да из группы это люди из других штатов но вы и беседуете на тему жизни в других штатах да ну как там люди делятся впечатлениями как там в основном все говорят дешевле намного дешевле чем здесь жизнь вот и людей меньше то есть плотность населения да ну а вы то как ну вам после москвы то чего после москвы здесь кажется что вообще мало людей немноголюдно да ну что же я как-то знаете жили в москве поехал в минск в командировку у меня было ощущение что вообще вымер город на главной улице этот проспект ленина единственное что-нибудь в подземный переход спустишься там быть потолкаться можно знаешь так вот идешь там толкнешь туда-сюда и как ты чувствуешь себя дома вот ну что же хорошо так а как ваш быт обустроен хорошо все ну как хорошо что у вас есть койка есть конечно все стулья есть посуда кастрюля конечно готовите готов что по-разному практически все то же самое что в москве продукт те же вообще продукты вот как бы отличаются по вкусу или так вот капуста и там творог и творог но творог я бы еще не нашла в русском магазине зайдите мы еще не ходили пока пока достаточно того что есть так в принципе но я бы не сказал что сильно отличается выбор немножко вода овощей и фруктов другой потому что есть тропические фрукты которых в москве либо нету в обычных магазинах либо это очень дорого а здесь другой здесь он как бы есть а что с ним делать не знаешь да вот мы были в китайском вот этом магазине 99 да вот и там как раз да у них видно это китайская кухня у них прям прилавки этих зеленых там корешков какой-то травы и ты даже знаешь что это в китайском магазине да поскольку там рыбки мясо правда это за рыбкой пошли как хорошо васитра брали нет еще он очень здоровый пока непонятно осилим не там можно можно было парить там кусочек да конечно там где-то мне там полкило конечно я прям от него и режут там лежит туши и они от нее нарезают здорово мне понравилось что здесь вот в магазинах если вы говорить там о рыбе у них всегда написано было ли предварительно это все заморожено то есть у них там иногда написано там размороженный какой-то продукт либо предварительно было заморожено а есть такой прям при тебе вытаскивают из аквариума бах по башке и тут же эту же рыбу чистят вы когда рыбку берете можете меня почистить и они и чешую чистят и позвоночник выкинут только они сначала взвесят а потом уже почистят прям да очень удобно хорошо то есть можно жить в итоге да ну хорошо так а что вы скорее выходные делали куда ездили или там дома сидели выходные нет мы обзавелись велосипедами вот поэтому мы устраиваем себе периодически какие-то вот выезды сейчас не на машине а вот на велосипедах там санузес ездили именно с целью физической нагрузки или как и нагрузки да и посмотреть что что-то интересное ну безопасно ездить как бы на велосипедах вообще шикарно правда то есть да там инфраструктура на высшем уровне потому что и велодорожки и водители всегда очень аккуратно относятся к велосипедистам и пропускают и специальные какие-то вот там помимо велодорожек на проезжей части еще специально какие-то вот через парке там лазейки танка и очень удобно никогда честно говоря не ездил я вижу там все время какие-то пересечения там инфраструктуру я вижу а как по ней двигаться конечно опыта нет очень здорово но хорошо значит народ у вас группе такой жизнерадственный или есть мрачные какие-нибудь ничего у нас не получится нет все очень позитивные ребята настроены тоже вот на результат учатся и выходные дни сюда приходят занимаются после занятий вот сейчас занятия то кончились уже до 4 часа назад а мы еще здесь вообще эта группа надо сказать на редкость необычная то есть было время было время когда у нас фуллтаймщики сидели в школе день и ночь но тогда у них не было четкого расписания они с разными группами ходили присоединялись к разным группам их мало было было там 10 фуллтаймщиков и они хотели с одной группой 10 с другой группой там это да а сейчас потом мы их начали пару лет назад объединять в единое расписание и тогда они уже перестали ходить по другим группам и как-то так стали как обычно а ваши вот напоминает тех фуллтаймщиков которые сидели с утра и до ночи причем так много там сидит их сразу человек то может и 7 и 8 сидеть сейчас даже больше вот осталось всего да вот друзья там где есть девушка симпатичная всегда есть молодой человек симпатичный тем более что и муж ну вот ваши впечатления от первых от первой недели научились чему-нибудь такому сложному так ну а вы с ней разве не учитесь нет здесь нет но не здесь но она вопросы может быть задает а на вопросы задает она заставляет меня спрашивать ее я не задаю я скорее учу материал заставляю меня погонять по нему а он что вопрос задавал тут у него такая роль типа начальник типа интервьюер подожди а вы же там в маркетинге хотели работать да до сих пор хочу на интервью есть какие-то интервью есть только телефонные пока но продолжительные или так ну по полчаса нет это уже серьезно это называется фон скрининг это уже это уже серьезно это уже не не то что сколько ты будешь денег и как далеко готов ехать это же серьезный разговор по резюме этом ну да это практика это практика большая то есть вы тем самым уже знаете чего у вас дальше будут спрашивать и это фактически вы нарабатываете на искать уже такой конкретный результат я пришел встретить да и вот уже сколько семь часов я остался ну ладно ну ладно я думал показать группу которая сидит этих вот фултаймщиков между занятиями сейчас уже новый урок начинается поэтому разогнали всех народ за вами следят пристальные пристальными взглядами вот так за вами следят наши зрители денно и ношно круглосуточно потому что земля круглая у нас зрители тут и там в общем как-то как сказал нашему приятелю лет сорок назад секретарь ком комсомола когда тот снимался с учета уезжал в израиль он искал ну давай там не подкачай вот так что вот и вы тоже договорились давайте